Всем большой привет, мои хорошие! Сегодняшнее видео будет рассказ о моих родах, о том, как все началось. Кому интересно, оставайтесь. Я налила себе чайочек, чай с молоком, напиток, кормящий мамы. И сегодня с вами поговорим о родах, о моих родах. Изначально скажу, что, конечно, я все представляла себе по-другому. Получается, в понедельник, 20 февраля, у меня было направление лечь патологию беременности. Патологию для беременных. По направлению, так как срок уже был 40 недель и 4 дня в понедельник. С утра мы собрались с Витюшей, взяли сумки, отвезли до Миря в садик. И Витя отвез меня в больницу. Все, была я там уже где-то 8.20 примерно. И до 11, вот примерно 3 часа, это длилось мое принятие меня, да, патологию. Взяли разные анализы. И самое то, что меня удивило, мне вот сделали УЗИ, я, конечно, обрадовалась, что не было бития пуповины. Вот было интересно. Но то, что меня удивило, мне сказали, что вес ребенка примерно 4 килограмма, 146 грамм. То есть даже больше 4 килограмм, понятно, это плюс-минус. И в тот момент меня это очень сильно испугало, потому что на третьем скрининге мне еще сказали, что и головка у малыша немножко такая большая. И когда я услышала вот про этот вес ребенка, я, конечно, испугалась, потому что сразу мысли, смогу ли я разродиться, да. Какие последствия в итоге будут, там, я боялась эпизиотомии, либо что самопроизвольно, да, можно порваться, получить разрывы. И вот после того, когда я услышала этот вес, я, конечно, прям вот испугалась. Вот, получается, с утра мне сказали, что у меня раскрытие 2 сантиметра. Напомню, из предвестников у меня было только то, что тренировочные схватки у меня были, с которыми я уже один раз чуть не поехала в роддом. Вот, поэтому каждый раз, когда у меня были тренировочные схватки, я понимала то, что это уже такой обман, то, что это все неправда. Я уже перестала в них верить, что могут быть настоящие. Вот, далее уже все, меня перевели в палату. К вечеру палата поменялась, у нас там было четверо девочек. Вот, и на ночь мы обсуждали роды, все уже говорили, ой, к нам подселилась, уже точно уедешь со схватками в ближайшее время. Я говорю, ну да, я уже прям готова, говорю, уже хотелось бы побыстрее. Мне было интересно, я ждала следующего дня, потому что на следующий день должны были, как я понимаю, там, могли меня простимулировать, да. Естественно, за этим я туда и легла, то, что, скорее всего, да, я уже понимала, что меня будут стимулировать. Не знаю, был ли бета-капельница окситоцина, либо прокололи бы пузырь. В первых родах у меня само осенью началось, мне прокалывали пузырь, и после того, как его прокололи, у меня начались схватки. Вот. Получается, лежали с девчонками, обсуждали все, как-то роды, детей. Там еще с нами лежала девочка, у которой двойняшки. Вот. На ночь мы прогулялись по коридору, туда-сюда, так достаточно долго проходили, погуляли. Вот. И когда я ложилась спать, я даже снимала блог, и такая говорится, что, эх, когда родиться, сынок, не знаю. Ждала следующего дня, чтобы уже, ну, я была готова уже, чтобы меня простимулировали, согласна бы была на все. Вот. И легла спать с мыслями, ну, когда же уже, надеюсь, завтрашний день меня обрадует. Такая, знаете. Вот. Легли мы спать, две девочки уснули сразу, а со второй мы как-то продолжали болтать, и время подходило уже к двенадцати. И тут, ну, я понимаю, что что-то началось ближе к двенадцати, то, что у меня, ну, так, начал потягивать низ живота. Но так как я понимала, что это обычное дело, знаете, я на насилие не обратила внимания, потому что у меня так тренировочные схватки всегда начинались. И не обратила на это внимания. Ровно в двенадцать я уже включила счетчик схваток, потому что эти схватки уже были не такие, как тренировочные, а боль с каждой схваткой усиливалась. Я включила в двенадцать часов ночи счетчик, получается, ну, вот, у меня ближе к двенадцати, да, за двадцать минут где-то до двенадцати вот начала потягивать, и в двенадцать уже такая ощутимая была схватка, и я уже поняла, что надо их записывать. Включила счетчик, и схватки у меня были в итоге каждые двенадцать минут. Через полчаса, мы, получается, еще эта девочка не спала, все вместе, прям, она уже говорит, давай, давай, может быть, это то самое. Через полчаса, в пол первого, уже они стали каждые восемь минут приходить, и конкретно так стали больнее. То есть уже их проживаешь, уже немножко, там, дышишь, да, включаешь дыхание, потому что это уже больновато становилось. Получается, где-то в час десять, в час десять, да, вот спустя час десять схваток таких, они у меня уже прям уменьшились каждые пять минут, начинали. Начинались каждые пять минут. Я уже все пошла на пост к капушерке, сказала так и так. Она пошла со мной в палату, и когда началась следующая схватка, во время схватки трогала живот. И в итоге она сказала, ну ты еще чуть-чуть полежи, потому что, говорит Элла, ну, она как-то не поверила, что у меня каждые пять минут схватки такие прям вот болючие, что это то самое, потому что, ну, как бы, а что я так адекватно себя веду, да? Может быть, там надо уже орать, не знаю. Вот. И она ушла, и в итоге через десять минут вернулась обратно и говорит, пошли на КТГ. Где-то вот в час двадцать меня положили на КТГ, записывали его десять-пятнадцать минут, и после него уже взяли кровь. Достаточно-то где-то восемь прибирок я насчитала, восемь прибирок крови уже взяли, и далее отвели на клизму. Вот. Уже было время полвторого, как я вышла с клизмы. Вот. Пошла в свою палату, сделала все дела. Мне сказали сходить в душ, одеть компрессионные чулки. Я это все сделала. И пришла за мной к кушеркам. Открыла мою родовую сумку. Ну, помогла мне собрать все вещи с полок. Так как у меня схватки каждые пять минут, то мне уже, ну, так конкретно было их тяжело проживать, она мне помогла собрать все вещи. Взяла сумку, которую я на роды подготовила, ее все выпотрошила. И, ну, как проверила, что я с выберем роды. Вот. В итоге мне не разрешили взять с собой пюрешку. И я думаю, хорошо, что я с собой никаких снайпов не брала. Их все равно не разрешили на роды взять. Воду оставили, все там оставили. Там гигиеническую помаду, такое вот. Вот. И все. Мы с ней пошли в родзал. Где-то в час пятьдесят один я уже была в родзале. Меня туда привели, оставили и ушли. Вот. Пробыла я так одна минут десять. Потом она в два часа ночи вернулась, посмотрела раскрытие, сказала, что четыре сантиметра. И подключила меня на КТГ, на котором сказала, нужно час лежать. То есть час на боку я лежала. Мне там постелили, знаете, пеленочку одноразовую. Уже даже вещи малышу положили на столик пеленальный, в котором он будет когда родиться. Вот. Положили меня на КТГ, сказали, что буду лежать час, и все, убежали. Весь этот час я была одна. Вот. Это уже были прям такие конкретно болючие схватки. Мне было их тяжело проживать. Я прям ждала этого времени. Думала, может быть, их легче проживать стоя. Уже ждала, когда закончится этот час. КТГ уберут с меня. Вот. Схватки потом уже были каждые четыре минуты. И достаточно такие болючие. В три часа, три-дри-двадцать, да, в этом промежутке она подошла и убрала, ну, сняла КТГ. Ну, типа, то, что я могу ходить, как-то их проживать сама. Вот она сняла КТГ и сразу опять убежала. Это было где-то три-дри-двадцать. И в этот промежуток времени у меня уже схватки были каждые полторы минуты. Я вот помню, что я как встала с КТГ, они у меня стали еще сильнее. Еще плюс осталось мало времени на отдых, так как когда схватки каждые пять минут, у тебя есть время отдохнуть. А тут уже каждые полторы минуты. И времени на отдых стало очень мало. Так, мне пришлось отлучиться. Вот. Времени на отдых было мало, когда они были каждые полторы минуты. Все это время я, не знаю, я ходила, я старалась локтями на что-то упираться, да, нагибалась. Как пила воду, мне разрешали. Кстати, очень выручала еще эта губная помада гигиеническая, то, что очень сильно сохли губы, когда продыхивала схватки. Все это время я звонила Вите и была с ним на телефоне, потому что так как ты одна, тебя вот оставили, мучайся там со схватками, да, пусть у тебя раскрытие идет. Все ушли, и ты как бы одна. И в такие моменты понимаешь, для чего нужны партнерские роды, потому что я не могла одна с этой болью просто ходить эти схватки, переживать. И поэтому я, да, разбудила Витю, и он не был против. Мы с ним все это время разговаривали. Я ему жаловалась, как это больно. Он меня поддерживал. Мне как-то становилось от этого легче, что мы с ним разговариваем. Иногда, когда схватка была прям очень сильной, я отключала трубку, схватка прошла, опять ему перезваниваю. Вот, и вот ближе, вот, ну вот, самые сложные схватки начались после трех часов ночи, и они были уже такие болючие, что я все, я думаю, блин, мне еще так мучиться, ну, часов шесть, наверное. Пять-шесть часов еще так мучиться, думаю, нет, я не выдержу. И в этот момент как раз подошла акушерка, да, я ей говорю, подскажите, а можете мне поставить, пожалуйста, эпидуральную анестезию? Она говорит, она делается по показаниям, и ушла. Думаю, ладно, другую спрошу, когда другая придет, потому что они разные приходили. Вот, буквально через пять минут пришла другая. Это было где-то время 3.40 уже. Она пришла, во время того, когда у меня была схватка, у меня было жутко, уже больно. Я думаю, блин, как я буду терпеть дальше. Схватка, когда прошла, я говорю, пожалуйста, поставьте мне эпидуралку. Она говорит, в 4 часа утра тебя придет смотреть врач, и смотреть придут раскрытия, и уже там решите. Вот, это время где-то 3.40, и я эти 20 минут, когда у тебя схватка каждую минуту уже, каждую минуту, я эти 20 минут, как будто бы они длились вечно для меня. Я, получается, ждала с нетерпением 4 часов. Все это время, кстати, я была с телефона. Ну, как уже это понятно, что я с Витей разговаривала. Все схватки я записывала. И вот наступает уже 4 утра, пришла врач, мне сказали лечь на спину, и тут она смотрит раскрытие. Ну, она там смотрит, я говорю, можно мне, пожалуйста, эпидуралку, мне уже очень больно. И тут резко, ну, она еще не начала смотреть, я просто ложусь на спину, вот это, говорю, что мне нужна эпидуралка, и тут резко. У меня такие глаза вылупились, и я понимаю, что меня тужит. Я такая, ой-ой, мне кажется, тужит. Она говорит, а ну-ка, давай смотреть. И я помню, что я без остановки прям не говорю, ой, меня тужит, меня тужит. Она говорит, сейчас-час посмотрим. Смотрит и говорит, у нас полное раскрытие, сейчас будем рожать. Я такая, в смысле? Я еще тут готовилась 5 часов где-то мучиться со схватками. Думала, что мне поставят эпидуральную анестезию. А тут она говорит уже, что все, будем рожать. Я, если честно, в таком немножко шоке пребывала. И мы, получается, с ней потренировались. Как я буду там тужиться? Они быстро вот эту кушетку эту как-то перетрансформировали в родовое кресло. Там что-то повытаскивали. Хоп, уже у меня для ног такие, знаете, подставки, на которые ногами опираться. Тут мне для рук дали, где держаться. Уже все-таки быстро. Тут уже, смотрю, передо мной уже 5 человек. Для ребенка тут пришел, ну, как вот называется этот врач? Неанатолог, ну, не знаю, который осматривает ребенка. Да, потом взвешивает его. Оценивает. И тут уже вот хоп-хоп, как-то быстро. Вот в 4 утра тут у меня уже 5 человек. Все, мы с ней тренируемся, как это все будет. И все. И тут начались потуги. И, ну, где-то за 3 потуги родился мой малыш. Я, если честно... А, забыла сказать еще. Получается, пузырь, околоплодный пузырь, мне не вскрывали. Вот он как раз-таки перед... Вот как она пришла, да? Она пришла даже не в 4 утра, а где-то без 5-4. Вот она пришла пораньше чуть-чуть. И у меня прям вот на кушетке... Это такое чувство, когда в тебе лопается, как будто бы какой-то шарик, да, воздушный. Я лежу на кушетке, и резко такой бавах, она течет в воду. То есть у меня пузырь лопнул сам. Мне его не прокалывали. Вот он у меня лопнул как раз-таки... Получается, где-то аж на полном раскрытии. Вот. Потом она все посмотрела, и начали тренироваться с ней. Вот. И за три подвиги родился наш славный малыш. Он даже не кричал. Мне его сразу положили на грудь, накрыли пеленкой на мне. Я такая пеленка пытаюсь раскрыть. Врач говорит, какая нетерпеливая мама у нас. То, что посмотреть на него хочется. Я не плакала. Я просто... У меня была улыбка до ушей. Я была такая радостная, так на него смотрела. То, что вот моя кровиночка уже родилась. И я была в шоке, если честно, как все прошло быстро. Вот. И все. Его забрали взвешивать, измерять. И получается, врач мне такая говорит то, что... Ой, приходи к нам еще. Все так быстро. Ну, я понимаю, что у меня большой ребенок. И понимаю, что это можно не почувствовать. Говорю, подскажите, вот как там я порвалась, да? Она говорит, нет. Все, шейка целая. Все хорошо. Я такая... Я в еще большем шоке была, что... Ну, такой большой малыш, да? И... Ну, без разрывов получилось, слава богу. И вообще мне получилось так, получается. Без стимуляций, без разрывов, без каких-либо осложнений, вмешательств. Без эпидуральной анестезии. И... Просто, я не знаю. Ну, вот реально хочется сказать, что идеальные роды. Я такого не ожидала. Еще такие быстрые. Конечно, да. Боль была очень сильной. И я в этот момент думала, как можно еще раз решиться на ребенка. То, что такая боль, это все терпеть. Но сейчас уже как-то... Понимаю, что ты после этой боли получаешь такое счастье. И уже эта боль вся как-то не важна. Вот. Все мне там твердили, что прям вот приходи еще раз. Плюс меня обрадовало, что как только родился малыш, мне сразу дали телефон. И акушерка предложила пофотографировать сыночка. Когда она его уже запеленала. Вот. Вес оказался 3,990. Просто не 4,146. Прям вот почти 4 килограмма. Вот. Дальше у меня родился послед. Я даже его увидела. В первых родах я не видела его в жизни. Да, мне не показывали. А тут я увидела послед. Прям вот очень интересно все это выглядит. И далее, когда уже со мной все закончили. Да, я родила послед. Ребеночка осмотрели, все запеленали. Его положили мне на кушетку и сказали полчасика полежать. Так, разрядилась камера. Буду рассказывать вот так. Через телефон. И мы где-то часик, наверное, лежали с малышом вместе на кушетке. Он рядом со мной. Мне сказали пробовать давать грудь. И периодически давили мне на живот. И я прям чувствовала, как все выходило. Вот. И уже, когда это время прошло, час, все, меня подняли. Сказали переодеться, одеть послеродовые трусики. Получается, посадили меня на эту накаталку, да, сидячую. Вот. И далее, вручили в руки сына, сумку рядом положили и повезли меня уже в послеродовое отделение. Вот. И что сказать. Я, конечно, условия не сравняться, которые были 7 лет назад в роддоме. Сама обстановка, оборудование и сами врачи, конечно, мне все понравилось на высшем уровне. И раньше такого не было. И как бы такой, знаете, уход за роженицей. Так все лояльно. Меня даже вот отвезли в палату, да, на кушетке. Притом, что в первых родах так не было. Я, как коллега, шла по коридору. С моим ребенком уже убежали в палату, а я все еще ковыляю. А тут нас отвезли, все хорошо. Единственное, да, я не спала до родов с 4 утра 20 февраля. Да, и после того, как нас уже перевели после родов в палату, поспать очень долго не удалось. Потому что все документы подписывали. Ребенка пришли, да, показывать, как с ним обращаться. Там помыли его. Ко мне приходили на осмотр бесконечно. Туда-сюда звали. И даже сразу после родов, да, ты не отдохнула. Уже тут работник ЗАГСа пришел, чтобы свидетельство о рождении делать. Поэтому вот первые сутки были самые сложные, что я вот не спала такое время. Вот. А малыш, наоборот, спал. Ему ничего не нужно было. Вот. Ну и все. Потом у нас уже все хорошо. Я выспалась. И все. Все у нас хорошо. Так что вот так вот прошли мои роды. Они прошли очень быстро. Как-то я даже не успела, не знаю, понять, что я рожаю. Что у меня схватки. Я, ну, рассчитывала, конечно, на больше. На дольше период. И самое смешное, что когда я просила эпидуралку, у меня уже по факту было полное раскрытие. Очень даже так. Вот. Так что желаю всем, кто сейчас ждет родов беременные. Желаю вам всем, чтобы у вас прошли легко роды. Без осложнений. И чтобы у вас все было хорошо. Самое главное, чтобы еще родились здоровые детки. Это, конечно, самое главное. Так что спасибо всем, кто посмотрел это видео. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok